Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос – допускал ли Христос разводы? Прежде всего мы обратимся к Евангелию от Матфея, 5 глава, 31-32 стих. Потом мы посмотрим книгу Второзакония, 24 глава, 1 стих и сравним эти два текста. Евангелие от Матфея, слова Христа. Сказано также, что если кто разводится женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И теперь отрывок из книги Второзакония, 24-1. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Надо сказать, что закон о разводе был дан еврейскому народу, об этом тоже говорит Христос, по их жестокосердию. Потому что если бы не было закона о разводе, то они убивали бы своих жен пожилых, чтобы выйти из-под их власти и женились бы на молодых. Поэтому, чтобы эту жестокость хоть как-то укротить, то был дан закон о возможности развода. Так как христианство, это по определению люди, которые во главу всего ставят любовь, должны ставить любовь, то здесь говорится совсем иначе. Сказано также, если кто разводится женой своей, пусть даст ей разводную. Это отсылка к Ветхому Завету. А я говорю вам, кто разводится женою своею, кроме вины любодеяния. Что значит кроме вины любодеяния? Вот если жена изменяет мужу, муж имеет право развестись. Ни по какой другой вине он развестись не может. А в иудаизме разрешали развестись, если жена плохо сготовила там обед или ужин, и муж имел право только на этом основании подать на развод. И этот развод быстро оформлялся. Это зафиксировано в древних текстах Талмуда. Здесь ситуация другая. Есть одна причина для развода женою – это ее измена. А я говорю вам, кто разводится женою своей, кроме вины любодеяния, тот дает, подает ей повод прелюбодействовать. Потому что он ее бросил. Она не хочет оставаться одной. Каждая женщина имеет право на свое большое женское счастье. И таким образом Евангелие оберегает женщину от такой ситуации. Женское одиночество – это серьезная проблема. И кто женится на разведенной, имеется в виду та разведенная, на которой не было вины любодеяния. А развелись неправильно. Поэтому это надо понимать в контексте. И кто женится на разведенной, кроме вины любодеяния, имеется в виду, тот прелюбодействует. Потому что он как бы согласился с тем неправильным разводом, с тем мужским диктатом над женщиной. И решил как бы это оформить, вступая с этой женщиной в новый брак. А если кто-то развелся с женщиной, там, как говорят, не сошлись характером, она ему не изменяла. Может она выйти замуж второй раз? Может. Потому что законным развод считается только, если есть вина любодеяния. А в любой другой ситуации она брошенная, этот муж связался с какой-то другой, это для нее основание получить развод, церковный, как это было раньше, и искать себе нового мужа. И она имеет право на свое большое женское счастье. Как и мужчина имеет тоже право, если жена оказалась неверной, искать себе более подходящую женщину. Существует еще одна причина для развода. Это смерть одного из супругов. Когда у Авраама умирает его жена, Сара, он женится на Хитуре. Давайте посмотрим, что пишет хроматий Аквилейский. «Господь и Спаситель наш во всем изменяет к лучшему заповеди древнего закона». Впрочем, уже давно иудейскому народу, живущему без оглядки на закон и допускающим нарушения, Моисей разрешил по любой причине давать развод. Не потому, что этого требует дух закона, но потому, что разнузданная плотская страсть народа не могла придерживаться твердой правды учения закона. Поэтому была предоставлена такая возможность, как в другом месте Господь отвечает на вопрос Саддукеев, когда они спрашивают, почему Моисей позволил давать разводную. Господь отвечает, говоря, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Поэтому теперь не случайно Господь и Спаситель наш, отменив это правило, восстанавливает заповеди древнего закона, то есть как Адам и Ева вплоть едино. «Итак, он приказывает союз чистого брака сохранять нерушимым законом, указывая, что закон брака впервые был установлен им, то есть еще в раю. Он говорит, «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Конец цитаты. «Итак, мы имеем причины для развода – это неверность одного из супругов, смерть одного из супругов». И сейчас социальная концепция Русской Православной Церкви Московского Патриархата допускает причины для развода – наркомания одного из супругов, заболевание с ПИДом, что подтверждает неверность одного из супругов, и крайняя форма бесноватости одного из супругов. Во всех остальных отношениях святость брака сохраняется, потому что нарушение святости брака – это самое страшное блудодеяние. Вот смотрите, заповедь «Не убей». Она запрещает что? Самоубийство, умышленное убийство, нанесение вреда своему здоровью, несоблюдение там санитарных норм во время эпидемии. Это все относится к нарушению заповеди «Не убей». А вот заповедь «Не прелюбодействуй», она тоже широка. Она касается запрет на блуд, запрет на самоудовлетворение, запрет на гомосексуальные отношения, запрет на порнографию и так далее. Но смотрите, если заповедь «Не убей», нет же такой заповеди «Не убивай себя». А эта заповедь заключается в слове «Не убей». То есть заповедь называется по самому страшному нарушению этого принципа. Так вот, самое страшное нарушение принципа целомудрия – прелюбодеяние. Не блуд, не извращение, а именно прелюбодеяние. Почему? А чем прелюбодеяние отличается от блуда? Прелюбодеяние, как муж изменяет, жене, а жена мужу. А блуд, это отношение могут быть и вне брака, но незаконные отношения. Это тоже запрещено. Но заповедь озвучена самым серьезным нарушением этого принципа. А почему прелюбодеяние хуже любого блуда и даже сексуального извращения? Потому что блудники, они сбежались, разбежались, они никому, ничем не обязаны. Это греха против собственного тела, как сказано, блудник грешит, против собственного тела, против друг друга. А что такое прелюбодеяние? Это когда муж с женой повенчались, это законный брак, и они его нарушают. Это все равно, что монах даст обет целомудрее и будет нарушать. Или простой человек никаких обетов не давал, что-то нарушит. Понятно, это разные вещи. А когда венчались в присутствии священника, двух свидетелей, перед крестом и Евангелием, они давали обещание сохранять чистоту этих отношений. И, как известно, то, что Бог сочетал, да человек не разрушает. Поэтому то, как у нас просто люди могут развестись, даже с точки зрения церковного права, это очень печальное явление. У нас любят критиковать католиков, но в свое время католический папизм оказался перед дилеммой. Дать согласие на развод Генриху VIII или потерять всю Англию, всю Британию? Можно по-разному относиться к католикам, но они заняли принципиальную позицию. Мы готовы потерять всю Британию, но согласия на развод мы не даем. Не даем, потому что там вопрос касался, что якобы там неправильно оформились отношения с ней, и вот надо этот брак разорвать. И аргументы были бы, в том числе и богословские. Да, потеряли Британию, Англию. Но запрет на развод сделал это христианское сообщество самым огромным в мире, больше миллиарда. Даже в той же Германии, когда начиналась реформация, реформаторов было мало, католиков было чуть побольше. Но когда реформация развилась, католики оказались в меньшинстве в Германии. А сейчас ситуация поменялась, католики становятся большинством в Германии. Почему? А потому что протестанты разрешают разводы. Для них это не проблема. Они разрешают сейчас уже и гомосексуальные отношения. Поэтому они вымирают, а те, которые исполняют заповедь, они будут жить ею. Их становится больше. Поэтому мы, православные ортодоксы, должны оберегать святость брака. Поэтому очень важно проводить занятия для предполагаемых молодоженов, чтобы они поняли, насколько это серьезно. То есть подготовка к таинству венчания совершенно необходима. Тем более у православных. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Exeget, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.